Субтитры делал DimaTorzok sbnlife.com Напоминаю, что для того, чтобы попасть внутрь сайта, нужно ввести адрес электронной почты и пароль. Данный пример и дальше обучающие видео уроки мы будем рассматривать на примере Сергея Данильчука. Это вымышленный персонаж, скажем так, потому что я не на своем примере рассказываю и не на примере какого-либо человека. Просто этот аккаунт был создан специально для того, чтобы на его примере показывать, как любой человек сможет все сделать. Но после того, как вы зарегистрируетесь, у вас не будет всего этого видно, потому что здесь уже информация заполнена. Как мы видим, есть картинка аватар, есть краткое описание, есть записи на стене, есть его профили в других социальных сетях и есть сайт. А что делать тем людям, которые только зарегистрировались на сайте и они еще не знают, что и как им делать? Вот именно для них сейчас мы это и покажем, и расскажем. Вот что у нас появляется, когда мы только первый раз авторизовались на сайте sbnlife.com. Мы видим, что аватара нету, картинки нету. Видим пустой силуэт со знаком вопроса. Что нужно сделать? Нужно нажать загрузить новый аватар, выбрать на компьютере картинку, либо фотографию, либо какую-то картинку, для того, чтобы она здесь отображалась. Дальше, как мы видим, что мы не заполнили информацию о себе. Заполнить информацию можно в разделе настройки. Нажимаем настройки, либо здесь, возле текста, либо справа. Вот мы видим слово настройки. Нажимаем любой из вариантов и у нас есть основные настройки, где можно заполнить имя, фамилию, пол, статус, день рождения, страна, город, написать о себе. В правой части мы видим ваш сайт. К этому разделу нужно особо важно подойти, потому что то, что вы здесь укажете, будет отображаться рядом с вашей фамилией при поиске людей. Когда люди будут искать друзей, знакомых, кроме вашей фамилии, имени, страны и города, еще будет виден ваш сайт. То есть это своего рода ваша визитка. Это ноу-хау и одна из уникальностей нашей социальной сети. Ниже мы видим ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер. Здесь вы пишете свои аккаунты, ссылки вставляете на ваш профиль в этих социальных сетях и нажимаем сохранить настройки. Что мы видим теперь? Теперь уже не так все пусто, потому что видно страна Украина, город Харьков, день рождения 1 января 80-го года, статус свободен, обо мне молодой и красивый. Это я просто написал. В левой части мы видим, что уже аватарка, я подгрузил картинку, главная страница социальной сети. Видно ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, ярлычки, нажимая по которым пользователи будут переходить на ваши странички в этих социальных сетях. И ниже сайт. Для примера я просто написал asssa.com. То есть сейчас про личный сайт подробнее. Смотрите, когда мы вверху нажимаем люди, либо в поиске, либо нажимаем поиск, у нас отображаются пользователи, которые уже зарегистрированы в социальной сети. Как видим мы, что отображается? Фамилия, имя, страна, город и ваш сайт. То есть это та визитка, которая говорила, что если человек вас не знает, то ему даже не нужно заходить на ваш профиль, смотреть информацию, ознакомливаться с вами. Он сразу видит ваш сайт, либо сайт вашего бизнеса, компании, проекта, все что угодно можете сюда добавить. Вплоть до того, что свой канал на ютубе. И человек может перейти на ваш сайт и тогда уже делать определенный выбор. Добавлять вас, друзья, подписываться и так далее. Сейчас, пролистая немного вниз, мы находим аккаунт Сергея Данильчука. И здесь также из 10 примерно человек видим, что у троих добавлены сайты, где можно ознакомиться с информацией о людях, которые нам интересны. Дальше непосредственно переходим к стене. Как видим сейчас, она пустая. Но у нас есть возможность добавить либо картинку с компьютера, либо видео с хостинга, с видео хостинга ютуб. Сейчас мы именно этот вариант второй рассмотрим. Добавить видеоролик с ютуб. Выбираем значок видео. И у нас появляется возможность добавить ссылку с ютуба и вверху написать описание. Я на примере сделал так. В видеосылку добавил свой первый видеоролик касательно регистрации на сайте sbnlife.com. И как мы видим вверху, в описании написана регистрация на сайте sbnlife.com. Нажимаем добавить запись. И что мы видим? Видеоролик с ютуба подгрузился на вашу стену. Теперь любой пользователь, который заходит на вашу стену, он может просмотреть данный ролик. Либо нажать на ярлычок ютуб и перейти на сайт и посмотреть этот ролик там. И описание регистрации на сайте sbnlife.com. Дальше нажимаем ярлычок фотографии. Здесь можно добавить картинку. Нажимаем, выбираем картинку с нашего компьютера. В описание делаем описание и нажимаем добавить. Я на примере в описании написал, платная реклама в H&O в sbnlife 100% скидка на рекламу и сайт добавить sbnlife.com. Нажимаем добавить и мы видим, картинка подгрузилась, платная реклама в H&O 100% скидка на рекламу в вашем бизнесе. Описание и сайт sbnlife.com. То есть, кроме видео и фотографии, вы можете добавлять сайты на свой блог, бизнес сайт, партнерские программы, ютуб каналы. Можете и каналы раскручивать, и отдельные видео раскручивать. Можете рекомендовать свои сайты, продукты, компании, проекты. В общем, все что угодно, то вы и можете непосредственно рекламировать. Ну, вот перейдем еще на сайт. Это я вам показал видео скриншотов, которые я делал для сайта. А сейчас непосредственно вот можно посмотреть. Две записи как было, так и есть. Здесь можно добавлять просто сайты. Когда мы вот нажимаем на видео, добавить видео с ютуба, ссылку, добавить описание. Когда мы нажимаем выбрать файл, то у нас подружается окно, где можно выбрать с компьютера какой-то файл и его добавить. Вот мы видим возможность перейти в другие социальные сети, перейти на сайт. Что касается сайта, то давайте рассмотрим вариант, когда мы нажали люди, и вот появляются все люди. То есть мы видим фамилия, имя, страна, город и сайт. То есть рассмотрим пример. Дмитрий Меженский. Страна Украина, город Луганск. Сайт. Я инюэри. Нажимаем на сайт, и я допустим не знаю Дмитрия Меженского, но я видел у него сайт. Заходим на сайт. Я инюэй. Будь ближе к тем, кто тебе интересен. Здорово. Можно посмотреть, войти, зарегистрироваться. Это, похоже, тоже социальная сеть. Так, смотрим дальше. Сергей Булава. Украина, Запорожье. Сайта нет. Дмитрий тоже нет. Так, что дальше. И здесь смотрите, что мы можем делать. Вот, допустим, ниже моя сестра Татьяна Прысь. Город Харьков. Страна Украина. Сайт кенгурухарьков.ua. Харьковская областная федерация пляжного волейбола. То есть, и так дальше мы можем прокручивать, просматривать людей. Ихни сайты. Вот, к примеру, Ялта Украина. Антонина Чайковская. Ее сайт можно просмотреть. И так, что здесь за сайт? Автоматизация, трафик, партнерский базар. И так мы можем просматривать людей, смотреть их сайты, смотреть, кто чем занимается, даже не переходя на их профили. Потому что вот мы просматриваем Израиль, Украина, Россия и так далее. Можно смотреть сайты, ознакомливаться с людьми. Вот, Дмитрий Чайковский, сын, наверное. И так далее. Смотрим сайты, смотрим партнерские программы, проекты, которые люди добавляют. А после этого уже можно либо в друзья добавлять, либо подписываться, либо что угодно, в общем, делать. Это что касается первых шагов. Всех благодарю за внимание. А в дальнейших видеоуроках мы рассмотрим другие возможности, которые уже предоставляет социальная сеть Избинлайн. Всех благодарю за внимание. До скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok